Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». Николай Алексеевич Островский родился 16 и 29 сентября 1904 года в селе Вилия Волынской губернии, в семье рабочего. Досрочно он был принят в церковно-приходскую школу по причине незаурядных способностей, которую окончил в 9 лет с похвальным листом. В 1917-1919 годах Николай много работал, одновременно учась в двухклассном, потом высшем начальном училище. В этот период он сблизился с большевиками, во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, Октябрьскую революцию принял с восторгом. В 1919 году Островский вступил в комсомол и ушел на фронт добровольцем. После тяжелого ранения в 1920 году он был демобилизован, и с этого времени находился на трудовом фронте, на восстановлении народного хозяйства. Работал в киевских мастерских помощником электромонтера, учился в электротехникуме, одновременно был секретарем комсомольской организации. При строительстве железнодорожной ветки Островский сильно простудился и заболел ТИФом. По официальной версии, на состоянии его здоровья сказались ранения и тяжелые условия работы. Окончательный диагноз – полиартрит, постепенное окостенение суставов. С 1927 года тяжелая прогрессирующая болезнь приковала Островского к постели, а через год он потерял зрение. Мобилизуя все душевные силы, Николай боролся за жизнь, занимался самообразованием. Слепой, неподвижный, он создал книгу «Как закалялась сталь» 1932-1934, имевшую большой успех, которому немало способствовала идеологическая политика страны. Образ главного героя романа – Корчагина автобиографичен. Писатель, переосмыслив личные впечатления и документы, создал новые литературные образы, революционные лозунги и деловая речь, документальность и художественный вымысел, лиризм и хроника – все это соединилось у Островского в новое для советской литературы художественное произведение. Для многих поколений советской молодежи герой романа стал нравственным образцом. В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского, а в ноябре первая часть вышла отдельной книгой, затем и вторая. Роман сразу приобрел большую популярность. В библиотеках за ним выстраивались огромные очереди, устраивались коллективные читки и обсуждения, роман издавался 41 раз только при жизни автора. В 1935 году Островский был награжден Орденом Ленина. Ему были подарены дом в Сочи и квартира в Москве. Присвоено звание бригадного комиссара последние несколько месяцев он прожил на улице своего имени, принимая на дом учитателей и писателей. Летом этого же года писатель публично берет на себя обязательство написать новую книгу «Рожденные бурей». Этот роман задумывался как произведение о борьбе пролетариата Украины против Польши и о грядущей борьбе с фашизмом. То, что новая книга слабее прежней, было очевидно, однако партийное правление в один голос твердило о таланте и профессиональном росте писателя. Но книга закончена не была. 22 декабря 1936 года Николай Алексеевич Островский умирает, едва закончив работу лишь над первой частью нового произведения. Он был похоронен в Москве.